вчера вечером мы доехали даже не вечером а ночью мы доехали до куда-то не знаю где мы находимся встали на ночевку недавно мы проснулись позавтракали и сейчас поедем в сторону аягуза оттуда поедем на балхаш сегодня у нас будет длинный день нам нужно преодолеть порядка 600 километров и счастливы в принципе 600 километров по разбитой дороге дорога от заисана до аягуза протянулась на 425 километров большая часть это разбитая грунтовка которая очень сильно выматывает если тебя кто-то обгоняет или едет встречный транспорт то приходится ехать в облаке пыли но есть и приятные моменты в виде участков хорошего и гладкого асфальта полная загрузка машины и плохая дорога сделала свое дело теперь у нас делика лоу райдер то есть она низкая она делает вот так вот негритянский автомобиль один амортизатор который остался сзади он не выдержал и все нас покинул но это я думаю не беда потому что у нас есть еще один запасной сейчас тот амортизатор который я вчера снял я поставлю на место этого и будем убивать последний который остался самом деле амортизатор вроде бы жив сломался шток вернее не сам шток а место место сварки к концу штока был приварен приварено ухо вот с такой вот штукой с пыльником и вот его отломила победила дорога вернее бездорожье начинаем краткий курс по ремонту автомобиля mitsubishi delica в полевых условиях какая все-таки удобная вещь эстакада говорю какая все-таки удобная вещь эстакада и неудобная когда ее нет все мы снова на ходу машина работает чуть чуть работает поедем дальше добравшись до трассы ума-та усть каминогорск мы не стали заезжать в ягуз сразу поехали в сторону аматы заехав по дороге на заправку при выезде из-за ягуза я настроился на дорогу такую прям совсем совсем как а тут раз и волшебство оказывается за последние два года которые я ездил по этой дороге часть трассы алмата усть-каман каминогорск уже сделали это прям очень радует как любое волшебство рано или поздно она заканчивается так и наша дорога закончилась и опять начались бесконечные участки трассы с ремонтами объездами испытывая нас и наш уцелевший амортизатор на прочность этого следовало ожидать у нас сломался 2 амортизатор а без них по трассе ехать невыносимо и мы решили найти сварщика но все оказалось не так просто одну часть приварил теперь нужно будет приварить колечко самое сложное потому что здесь внутри резиновый элемент вот его нужно аккуратно варить может он сейчас загорится поэтому мне нужно будет вода сразу потушить все амортизатор починили сейчас поставим поедем до дальше у нас сломался второй амортизатор и вот этот человек как зовут вас извините думан думан нам очень сильно помог спасибо большое если бы не вы до дому ехали очень бы долго но думан нам помог он дал нам сварку мы заварили амортизатор и теперь поедем дальше спасибо дальше хорошие участки дороги сменялись бездорожьем и обратно но амортизатор вел себя хорошо он конечно сломался еще раз но это уже было на подъезде к алмате и в этом история умалчивает ну а пока у нас хорошее настроение мы подъезжаем к озеру балхаш направляясь домой мы заехали на озеро балхаш тем более что у нас здесь ждали друзья они отправили свое местоположение и вот мы здесь на берегу озера мы провели два отличных дня которые позволили нам отдохнуть после сложной дороги пляж на котором мы остановились отлично подходит для семейного отдыха песчаный берег который протянулся на несколько километров иногда сменяется небольшими скальными выступами прозрачная и теплая вода а для того чтобы дойти до глубины нужно пройти пару сотен метров у нас был сегодня очень сложный но несмотря на это очень интересный день мы проехали порядка 700 километров у нас не один раз ломалась машина и вот теперь мы приехали на берег озера балхаш я думаю что это будет великолепным завершением этого интересного дня ну как и и и и Продолжение следует...